Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас вторая лекция информационной технологии деятельности организации различного профиля. Следующий у нас план лекции. Классификация информационной технологии, обзор информационной технологии, информационной технологии различных уровней. Информационная технология – процесс извлечения информации на основе упорядоченных последовательных действий по сбору, накоплению, отражению, преобразованию, актуализации данных. Новая информационная технология – это информационная технология, базирующаяся на новых инфологических и компьютерных средствах получения, хранения, актуализации, информации, знаний. Высокие технологии – это технологии качественного изменения состава, характера, методов решаемых задач, технологии эволюции, а не функционирования. Классификация информационных технологий по сфере использования. Например, информационная технология в науке, информационная технология в образовании, информационная технология в проектировании и производстве, информационная технология в управлении, информационная технология в сфере услуг, информационная технология в сфере быта. Обзор информационной технологии. Технология базы данных и системы управления. Технология хранилищей данных и интеллектуальной анализы данных. Технология базы знаний и экспертных систем. Технология электронной почты и телекоммуникационного доступа к удаленной от пользователя информации. Технология автоматизированных систем и автоматизированных рабочих мест. Технология компьютерного офиса коллективной работы в офисе. Технологии использования интерактивных пакетов прикладных программ. Технологии машинной графики и визуализации. Гипертекстовые технологии. Средства и системы мультимедиа. Вот перечислены эти технологии. Мне кажется, для вас это не новинка. Вы все это слышали и знаете. Дальше. Нейроматематические и нейроинформационные технологии и сети. Технологии виртуальной реальности. Конъективные технологии. Технологии информационного реэнжиниринга. Объектно-ориентированные технологии. Технологии объектно-ориентированного анализа. Среда. Ориентированные технологии. Кейс-технологии. Технологии системно-компьютерной алгебры. Система символьных преобразований. Аналитических вычислений. Нечеткие технологии. Понятия решения. Основное описание систем аппарата. Нечетких множеств. Математическое и компьютерное имитационное моделирование. Вот мы сделали обзор информационных технологий. Теперь мы перейдем по уровням информационных технологий. Информационные технологии уровня стратегического управления. Система управления эффективностью бизнеса. Вот перед вами данные таблицы. Основные поддерживаемые задачи. Стратегическое управление. Анализ показателей деятельности предприятия. Производственно-экономическое моделирование. Консолидация отчетности. Классы информационных систем. То есть здесь вам даны, какие классы эти задачи используют. Бизнес. Перформанс менеджмент. Управление эффективностью бизнеса. Бизнес аналитика. Система поддержки принятия решения. Оперативно-многомерный анализ данных. Информационные технологии. Уровня функциональные и характерные управления. Это система управления ресурсами предприятия. Основные поддерживаемые задачи. Управление производственными ресурсами. Первичный учет. Планирование и бюджетирование. Бухгалтерский учет. Управление сбытом. Управление поставками. Управление запасами. Управление персоналом. Управление снабжением. И классификация информационных систем. Планирование ресурсов предприятия. Информационные системы управления взаимоотношениями с клиентами. Это Customer Relationship Management. Управление цепочками поставок. Информационная система управления человеческим капиталом. Вы видите здесь сокращенно на английском языке все данные в виде классификации. Информационная система управления взаимоотношениями с поставщиками. Информационная технология уровня. Функциональных и характерных. Мы только что вначале говорили. Дальше. Продолжение. Специализированные системы управления ремонтом. Управление данными об изделии. Управление жизненным циклом продукции. Управление проектами и проектированием. Классификации информационной системы. Это система управления фондом предприятия. Информационная система управления данными об изделии. Система управления жизненным продукцией. Управление проектами. Программами. Портфелями проектов. Вот здесь я хотела бы остановиться. Мы на наших уроках именно будем рассматривать управление проектов и программными портфельными проектами. Совокупность систем автоматизированного проектирования. САПР. Геоинформационная система. Информационная технология. Третий подпункт. Система управления документооборотом и сервисные системы. Управление документооборотом. Управление информационной технологией с сервисами. Управление информационной безопасностью. Пластиковые карты. Страхование. И классификации. Информационная система управления корпоративным контентом. B2B. Электронная торговля. Торговая площадка. Онлайновый бизнес. Информационная система управления IT-услугами. И система обеспечения информационной безопасности. Система оперативного управления производством. Основные поддерживаемые задачи. Оперативное детальное планирование производства. Оперативно-диспетчерское управление производством. Управление технологической документацией. Управление качеством продукции. Управление производственными процессами Анализ производительности Классификация информационных систем Управление производительными процессами Информационная система лабораторной информации Мы подошли к вопросам для закрепления Что такое активное и эффективное использование Информационных ресурсов в обществе Оптимизация и оптимизация информационных процессов Обеспечение информационного взаимодействия между людьми В системах подготовки и распространение массовой информации Вам нужно будет ответить на эти вопросы В краткой форме записать это один Наша лекция подошла к концу Если будут какие-то вопросы Мы будем обсуждать в форуме Спасибо за урок И литература